Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый влог! У нас сегодня 19 апреля, вторник. На улице такой небольшой дождь, но, в общем-то, это не помешает нам сегодня позаниматься. Сегодня будет шестое занятие. И я, кстати, в прошлый раз вам занятие-то так и не показала. В общем, сегодня сейчас ждем Руську и переодеваемся. И сегодня будем заниматься с вами на свежем воздухе, надеюсь. Ну, если пойдет, конечно, дождь, то придется делать какие-то домашние упражнения на коврике. Но хочется на улицу, конечно. Хочется на улицу немножко поскакать, так сказать, попрыгать и пожигать жирок. В общем, друзья, по каждую Руську хотела вам показать, где мы берем тренировки свои. Мы берем их в YouTube, я вам говорила. И вот этот канал нам очень нравится. Не знаю, Т-Джим лучший фитнес-канал. То есть 2 миллиона подписчиков. Более 2 миллиона подписчиков. И смотрите, вот здесь есть тренировки всевозможные. Вот, жесть 600 калорий, то есть часовая, да? Ягодицы, кардио. 450 калорий тренировка на все тело. В общем, здесь очень много тренировок, как вы понимаете. Прям очень-очень много. И все, и мы занимаемся. Вот выбираем любую тренировку. Некоторые тренировки повторяем по 2 раза. В общем, с ней вообще, вот, по-моему, эту девушку зовут Татьяна. И с ней нереально круто заниматься. Лучше даже, чем мы ходили на групповые тренировки в зале. Вот, честно скажу, даже лучше. Ну, особенно мне нравится заниматься на улице. Потому что мы вот здесь ставим телефон, подключаем колонку. Звук идет, музыка идет. И мы здесь свободно бегаем, прыгаем. И ничего нам не мешает. Вот, пока еще дождь не пошел. Я уже переодеться переоделась. Жду Ирусю. Она еще пока работает. А смотрите, кто у нас забрался в шкафчик. Да кто там сидит такой красивый? Открыл сам лапкой дверь, залез и сидит. Ну что, ребята, отправляемся на тренировочку. Водичку с собой взяли, колонку взяли. Да все, мы взяли. Телефон взяли. Сейчас будем заниматься. Ну что, начинаем. Стали перед экранами, надели кроссовки. Видите, как удобно очень. Вот у нас все видно. И у нас 30 секунд на подготовку. Ну и в общем, друзья, мы уже 30 минут пролетело. Было 6 раундов у нас по 4 упражнения. Выполняли нон-стоп. И сейчас мы немного пробежимся. Минут 5 здесь по месту. В общем, кому интересно, какие мы упражнения выполняем, зайдите на канал, посмотрите. Но ТГ, да, я показывала. ТГАМ, да. Просто мы стесняемся, когда мы уже будем супер-супер худые, тогда мы вам снимем свою тренировку. Причем, посмотрите, реально тренировка классная. Ну а мы побежали здесь по месту. Сейчас еще 5-7 минут побегаем. Друзья, у нас уже следующий день. Сегодня 20 апреля. Отличная погода, на улице тепло. Я даже не знаю, зачем я надела куртку, я вам честно скажу. Ну, если что, я ее сниму. Мне кажется, так будет тоже хорошо. Мы сейчас уже отработали, позанимались. Сейчас начало четвертого вечера. И мы хотим с Русей немножко прогуляться. В общем, мы сейчас прогуляемся по Карла Маркса. Зайдем... Как это называется? Соль. Гастробар. Как это? Гастробар Соль. Гастробар Соль. Зайдем, я там буду вообще впервые. Но там какие-то невероятные вкуснячие вещи есть. И мы там немножко перекусим. И планируем поехать в парк Ашман погулять. Там, говорят, белочки есть. Что-нибудь купим, их покормим. Что-то тебе надо, что-нибудь купить. Да, что-нибудь купим, их покормим. Ну и насладимся этой погодкой. Несмотря на то, что нет солнца, но очень тепло и очень-очень хорошо на улице. Друзья, ну смотрите, какая у нас весна. Весна, весна. Я не знаю, у меня супер настроение сегодня. Нет, это не черенка. Ну то какая-то вишня, наверное, или слива. Красивая. Красивая, очень красивая. И вон, вон еще смотри. А запах-то какой стоит. Запах, ух, шикарнейший. Блин, я только шаг заметила, что рассели деревья. Да. Почему у нас что-то так сильно хорошо цветут? Потому что мы работали, и все время ничего не видели. Блин, такое ощущение, будто уже лета еще деревьев не хватает. Очень тепло. Я вообще не знаю, почему я одела эту куртку теплую на самом деле. Потому что можно было одеть какую-то кожаную куртку или легкую. Как ее называют? Или легкую, типа, ветровку. А, кстати, сейчас вышли на эту аллейку, где мы всегда с Виталией гуляем. Народу много, что-то самолеты летают. Здесь покрасили. Четко ограничили здесь на великах, здесь пешком. Мне всегда просто стыдно еду. Приятно всегда по улочкам таким калининградским ходить. Ну, по-моему, это улица Карла Маркса. Мы сейчас специально, знаете, свернули с главной дороги, чтобы просто вот по таким... Ну, асфальт-то, да, здесь брусчатка, а именно не асфальт, а вот такая вот дорога, как тротуарчик. Уже многие дворы, смотрите, посадили цветочки. Ну, как бы скромненько, но, знаете, чистенько, красивенько, радует глаз. Юрий, такие цветочки фиолетовые красивые, вау. А нет, друзья, мы сейчас идем, это улица Чернышевского, 31А. А я вон Карла Маркса, Карла Маркса. Ага, я тоже здесь не ходила. Карла Маркса, получается, параллельно у нас идет. А, это дом, жилой дом. Очень симпатичненькие, конечно. Слушайте, ну, это забавно, да, это типа балкончика. Смотрите, какие-то тут такие жуткие деревья. Да, да. Все окна забиваются. Окна забиваются, это нет, но вот это, конечно, что-то. Как они так балкончиками соединили? Это, я так думаю, люди сами, но вряд ли это какая-то заводская архитектура. Чернышевского, 28. Плавненько мы здесь свернули на улицу космонавта Леонова, 49. Какой-то новый дом построенный, потому что очень много тут квартир, которые продаются. Там паркинг-места. Ну, здесь уже в основном хрущевки. Я уже не вижу здесь немецких домов на этой улице. Ну, она очень, кстати, смотрите, сколько здесь машин. Такая оживленная дорога. Там, друзья, ну, кстати, вот мы зашли. Вот здесь этот гастро-бар Соль. Это в жилом доме он расположен. Это молекулярная кухня, можно снять. А, ну да, Ироса говорит, это еще молекулярная кухня. Пойдемте. Уже заходим. Здесь такое дерево красивое. Так прям вид. Мы решили взять балку, мгустиновый мрамор, нагляденный авокадо. На 395 рублей стоит. Ироса уже это пробовала. Горит, очень вкусно. Ну, и с попить, я не знаю, что мы возьмем. Фирменный лимонад есть, вот. А, ну, возьмем, наверное, да, фирменный лимонад? Угу. А что, то возьмем? Лепиха и бар? Я брала черный смартфон. Да, и боже. Угу. А там много? Ну да. Водечек. Ну, все, так-то возьмем. Вот так у нас выглядит готовое блюдо. Это баусон бусином и мраморной говядиной. Очень такое нежное-нежное. Такой зефир прикольный. Красивая, да? Это наши пасочки, кстати. 150 рублей. Да. Может, такой зефирчик возьмем? Это уже и ваше дело, я и зефир больше не люблю. Если будете есть, то берите. Да. Так, много куличей уже, 236 рублей большой, 55 маленький, 102. Такие вот стандартные. Очень сильно нас. Так, друзья, ну вот мы приехали в парк имени Ашмана. Здесь отбатрос, спортивный клуб, домов столько вокруг. Мы решили на такси приехать. Где белки? Где белки? Мы взяли семечки, чтобы покормить белочек. Ну и сейчас пойдем прогуляемся. Тоже попинала бы какой-нибудь мячик. Ну да. Надо купить мячик какой-нибудь. И попинать. Такая здесь мячик. Здесь тут нормально, кстати, покрытие такое прям, да? Вообще. Народу немного. А, здесь билет надо покупать, что ли? Это куда? А, вон, смотри. Похоже, что так. В общем, здесь в основном парк Ашман. Это такая природа, да, я так понимаю. И много-много-много деревьев. И мы там увидели какое-то озерцо. Пойдем посмотрим. Ну, он большой, народу много гуляет, да? Так-то, в принципе. Еще бы вот расцвела бы, все деревья стали бы зелеными. Вообще была бы красота. В общем, белочек мы не нашли, но мы тут нашли кормушку. И решили сейчас немножко семечек кормушку положить. Хотя бы немножечко. Несоленые. Да, да. Сейчас начну тусать. Это что за это? Это лебеди. Чайки это? Чайки, да. Я думала, лебеди. Ого, чайк сколько. Лебеди вообще летают? Да. Да? Ладно. Нам сказали, что раньше было получше. Почистить, говорят, надо озеро. А раньше, говорят, было лучше. Ну да, шляпное такое немножко. Ну, мы просто... Ну, птицам вообще нормально. Да. Смотри, куда вон туда вверх дорога. Пойдем туда. Чего орешь ты так? Она говорит, а здесь еды нет. Здесь рыбы нет. Да. Кормят. Там деревья спилили, да, или что, и так поставили. Детки прыгают. Мы решили наверх подняться. Нормально. Спер тележку из магазина. Ага, парень такой с тележкой из магазина. Идет довольный. Зачем она ему нужна? Я не знаю. Короче говоря, поднялись и спускаемся. И спускаемся. Когда, наверное, снег, тут очень классно можно кататься. В общем, друзья, в парке Ашман можно спортом заниматься, можно бегать. Ну, прям, вы знаете, такое наедине с природой. Хорошее место. Вот сегодня, кстати, самолеты разлетались. Прям очень шумно. Не знаю, может быть, какое-то учение какие-то. Ну, ладно. Да, пойдем. Да, мы тут немножко уже заблудились. Ну, в общем, здесь по каким дорожкам не ходи. Везде люди, все гуляют. И все как будто бы ты вот... Все на природе, короче говоря. Не, наверное, это не это озеро. Парк имени Ашмана. Смотрите, ну... Фонтанчик где-то есть на другой стороне. Мы его весь не обошли. Мы прошли немножко совсем. Ну, в общем-то, до этого озера большого мы точно не дошли, потому что там лодочки какие-то. Ты видишь, что? А мы у него маленького озера какого-то прошлись, и все. Мы немножко подмерзли. Решили, что пойдем сейчас... Нам нужен зоомагазин, короче говоря. Нам нужен зоомагазин. И все, и пойдем или поедем уже домой. Мы находились, нагулялись. Я, кстати, даже не думала, что здесь так плотная застройка домов. Мы, кстати, зашли в Викторию. Смотрите, здесь вот цветочный магазин. Цветы Голландии и цветов нет. Вообще мало. Ну, здесь, конечно, вот вообще просто красота-красота. Какие-то суперкоролевские, смотри. А что это? Желешками какие-то. Желешками. Это как называется? Это кулич клюквенный. 289 рублей. Это клюкву, что ли? А вот маленький какой-то. Это что такое? Это кулич пасхальный с начинкой. Какой? Не знаю. Тебе какой-нибудь приглянулся здесь? Мы хотим уже какой-нибудь взять. Вот эти. Не, ну это какие-то обычные. Давай, а вот, смотри, кулич янтарный. Красиво. Это, наверное, апельсин. Наверное. Интересно, у них тесто одинаковое? Просто сверху начинка разная? Или как? Давай с той стороны посмотрим. Да, то же самое. Очень интересно. Ой, какой мудрый вообще. Это что такое? Набор весенний. Смотрите, детские куличи. Ой, такие красивенькие. Мы решили вот такой вот. 8 утра он был сделан, на этих 12. А, хотя это тоже красиво, да? Кулич шоколадный. Это шоколадный у нас будет? Это нет, это вот этот шоколадный. Да нет, шоколадный надо думать. Вот это возьмем, да. Попробуем. Апельсиновый еще? Ну давай еще апельсиновый. А, сколько? Это янтарный. Подальше входим. Ой, все, короче. Класс. После пасочки будем опять худеть. Мы во время пасочки худеем. Да, да, да. Так, друзья, мы сейчас на улице Липовая. Идем, зайдем еще с вами в мир корма. Такая, видите, плотная. Сколько машин много. Все идут с работы, едут. Мир корма, это зоомаркет. Здесь всегда, типа, большие объемы. И всегда можно взять даже корм подешевле, говорят. Есть большой. Угу. О, ну так, довольно-таки большой магазинчик. Нам нужно взять наполнитель. Ну, и мы посмотрим, может быть, мы нашим возьмем. К эскысу нашему сейчас возьмем здесь тоже. А, здесь, смотри, монжи, какие большие упаковки есть. 6800, 10 килограмм. Класс. Ну, я не знаю, это для кошек. Да, для кошечек. Все хорошо, но немножко отъясновато. Вот так нормально. Оль. О, монжи. Нашла монжи? Чего, блин? Это для собак 200 рублей. А, это тоже для собаки. А, это богатые люди, которые покупают своим собакам монжи. А, вот есть, а, дикая природа. Наши что-то дикую природу не ели. А вот такое ели. Ну, вот это они не очень едят. А, вот еще монжи есть. Вот это? Да. Мы должны это взять, кстати. Да. Сейчас я прочитаю, что есть. 138 рублей цена. Это... Это хлопья. А, да? Ну, мы будем попробуем. А, ну, хотя бы возьмем. Да, да. Что? А чего нету паштета? Паштета. А, не вижу. Только для собакчиков. Дикатчиков не ели. Буфало. А давай доводим попробуем. Да, не будет за ней есть. Не будет? Да, давай доводим. Да и лучше, мне кажется, не давать. Это все-таки разные эти. Ну, ладно. Разные животные. А вот это вот. Ну, это все другое. Это 93 рубля. Наконец-то мы приехали домой. Ой, ой, осторожненько. А почему-то больше никуда не пойду. Да. Мы прошли, кстати, 10 тысяч шагов еще дополнительно. Мало того, что позанимались, еще прошли 10 тысяч шагов. Виталия уже дома. Ну, к то и время уже... Да, уже 7 часов. В общем, купили мы три пасочки. Пасочка с Викторией две штуки. И одна пасочка ручной работы, кулич, ну, не знаю, который какой-то, пишут, полезен людям. Он 460 рублей, что ли, стоит. Ну, разрежем. Я посмотрю их в Инстаграм. Да, разрежем, посмотрим, попробуем. Ну, и в Мир Корма купили нашими здесь вкусняшки. И Кыс-Кысу. У нас же еще есть еще один котик Кыс-Кыс. И зефирчик. Сейчас скажете, это те, которые худеют, да? Машечки позволить. Да, мы очень сильно много нас занимались, поэтому можем позволить. Ну, а я сейчас... Виталий. Да? Попробуем. Виталий, кушать, приготовлю быстренько. Я думаю, что я ему приготовлю гиозы. Что гиозы мы покупали, они вкусные. Оп-па. И... Быстро готовится. Оп. Гиозы с говядиной. Кстати говоря, что виши у нас тоже не будет. И поэтому неизвестно. Может, уже последние гиозы. А дальше их уже не будут производить просто-напросто. Гиозы готовят. Их нужно немножко пожарить на маслечке. Потом добавить воды. И буквально там 5 минут вода выкипает, и они уже готовы. То есть, вообще, блюдо, которое готовится мгновенно. Я сейчас разрезала вот эту дорогую пасочку, которая 460 рублей, или сколько стоит. Но она прям очень такая внутри мягенькая-мягенькая. И видите, какая прям хорошо поднялась. Сейчас попробуем ее. Ну, и еще я разрезала кулич из Виктории, который с начинкой. Ну, он тоже такой мягенький очень. Даже не знаю. Но тесто отличается. Здесь прям явно видно дрожжевое. Здесь вот не могу понять. Но тоже, наверное, дрожжевое, да? Хотя больше похоже, как на кексик. Так, друзья. В общем, хлебопечка у нас LG. В ней можно и хлеб делать, и всякие куличи, и даже джем. Ну, в общем, все-все-все. Йогурт даже, да, можно делать. Мы, кстати, йогурт делали. И у нас есть к ней, не знаю, инструкция пользователя, книга рецептов. И вот где-то мы нашли. Здесь вот, я думаю, вам видно пасхальный кулич на 700 грамм. Здесь, кстати, две закладки надо делать. Одна пара, а потом вторая закладка. Это уже все остальное, представляешь? Да. А как это значит? Что это значит? Так. И прям действовать нужно по инструкции. Выньте форму. Вынули. Заложите ингредиенты. Это первые закладки. Лопатку надо еще вженовичную. Вот она. Да, вот такой, здесь специальная ложечка и специальный мерный стаканчик. В общем, все это ложечка и мерный стаканчиком измеряется. И закладывать поочередно. Вот как здесь написано, там 50 миллилитров воды, молока, 4 яйца, 2 стола ложки сахара, 4 стола ложки сливочного масла и пшеничной муки и дрожжи. Так, ну давайте, начнем. Начнем, да. И вот, а молоко, может, теплое на долине? Оно комнатное. А, нормально. И, в общем, вот такая тут форма, такой формы будет у нас пасочка. Вот. Большой будет у нас куличик. 700 грамм. Ничего себе. И сливочного масла 6 столовых ложек. Это тоже вот такими же ложечками сливочное масло измерять. Есть какие-то вообще пожелания, чтобы оно было теплое? Да нет. Наверное, нет, слушай. И потом еще 2 чашки пшеничной муки. Сейчас, наверное, ее надо просеять. 6 столовых ложек. Не очень удобно выковыривать. Будем действовать все по рецепту. Ого. Ну все, смотрите, мы выбрали меню русский повар. Цвет корочки установили среднее. И сейчас он показывает, что у нас один куличик будет 3 часа 30 минут делаться. В общем, сейчас он что-то замешает нам, замешает там. А потом будет какой-то звук. И мы должны уже быстро добавить. Вот сюда. Да. И мы должны будем добавить уже следующую там штуку. Ну все, ладно. Подготовим пока ингредиенты для второй уже закладки. 700 граммовый кулич у нас будет. Это большой. Обалдеть вообще. Ну, у нас Саша приедет. Да, 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 да. Поэтому... Все, друзья. Ну что, только что прозвучал сигнал, что у нас все готово. И сейчас надо открыть и посмотреть, что там. Я прям волнуюсь очень-очень. Давайте вместе. Ого, какой он высокий получился. Обалдеть. Просто невероятно. Сейчас надо звать и Русю. Поднялся прям на половину. Запах такой. Просто супер. Мы решили, что мы сейчас еще один кулич поставим. Этот у нас только с изюмом. Еще у нас остались... Клюква осталась. И просто сухофрукты. И, в общем, второй куличик будет с клюквой и с сухофруктами. Этот уже второй кулич поставим на ночь. И завтра утром уже будем украшать. Так что, друзья, ну он вообще поднялся просто высоченный. Так, ну что, теперь пришло время наш кулич украсить. Смотрите, какая у нас шикарная глазурь получилась. Вау. Ну, давай. Ну, кстати, попробовали? Мне кажется, мы сахару мало положили. Ну, по рецепту. По рецепту, конечно, но она вообще не сладкая. Ну, ладно. У нас там много изюма. На такую, сколько, 5 ложек сахара? Да, да, да. Это, мне кажется, маловато, наверное. Да, 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 да. Хотя, не знаю. Мне кажется, можно даже чуть-чуть по стенкам. Ну, да, да. Потому что он вообще не сладкий. Ну, а еще он какой-то темный получился. Мы следующий поставили уже посветлее. Это типа средняя была. Ну, так по рецепту. Мы, короче, уже первый раз. И мы все делали по книге, там так написано. Да, конечно, можно бакан тоже намазать, потому что она же у нас без вот этой... Она все равно засохнет, которая глазурь. Да. Да, тем более у нас на две пасочки столько глазури много получилось. Да, ты гулять собрался, ага, ночь. Нормально? Отлично. Вот, сейчас она у нас, блин, будет... Она у нас как батоночная. Просто можно было хлеб со зимой в весь магазин и сверху этой глазурь намазать. Выглядит она крипово. Крипово, да. Ну, сейчас мы ее... Украсим. Какой? Ну, давай, любой. Какая тебе нравится больше? Она, наверное, больше новогодняя такая. Ну, да, 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 да. У нас еще есть стружка миндаля, кстати. Миндальная стружка. Или как это? Ой. Ой, красота. Ну, все, вот и пасочка готова. Домашняя, настоящая, вкуснячая. Да, да, по бокам, как тортик. Так, друзья, ну все, готовый вариант. Смотрите. Ну, необычно. Идеально. Домашнее. Завтра, ну, не знаю. Может, завтра мы ее разрежем. Да, 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 скорее всего, потому что Саша приедет. Да, да, да. Затем хочет тоже пасочку. Если что, в субботу уже поставим еще, чтобы на воскресенье у нас были пасочки. Друзья, ну что, я, наверное, буду заканчивать этот влог. Спасибо огромное, что посмотрели. Спасибо огромное, что подписываетесь, комментируете. Вообще, друзья, большое-большое спасибо, что вы у нас есть. И расскажите, какие у вас куличи получились. Давайте, увидимся в следующем влоге. Пока-пока.